С начала года вооруженные силы на службу по контракту принято 45 тысяч человек. До конца года военные ждут, что армию пополнят еще 30 тысяч. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника генерального штаба ВСУ Владимир Талалай. Генерал-майор напомнил, что в октябре состоится очередной призыв на военную службу, однако срочников в АТО не пошлют. С августа семейным военнослужащим будут выплачивать компенсацию за оплату съемной квартиры. Средняя сумма по стране составит 2,5 тысячи на семью. На данный момент в армии служит менее 100 иностранцев, которые согласились заключить контракт. Расширены права женщин-контрактниц, которые теперь имеют официальное право занимать боевые должности. Будут покладать.